Давай поспорим, что река станет морем И осень с весною поменяются вскоре Знаешь... Ты любишь текст? Да. Безусловно и безумно. Ты считаешь себя извращенцем или ты считаешь себя нормальным человеком? Я считаю себя извращенцем, конечно. Ты считаешь себя извращенцем? Больше да, чем нет. Классические мессиянские позы меня не устраивают. Хотя в процессе секса нужно и к ним тоже. Возвращаться. Что ты считаешь извращенцем? Хорошо. Вот хотя бы маленькую толику скажи мне, что для тебя такое извращение. Как в народе бытует. Но мне кажется, в сексе можно делать все. Если с пружской кроватью даже можно повезть на куклака. В сексе можно делать все. Ну это не супружеская кровать. Ничего. И в этом я не вижу ничего извращенного. Ну так что? Что ты считаешь? Я как блондин тонкокожий, очень чувствительный, не приемлю боли по отношению к себе. Но тем не менее, когда девушка говорит о том, что шлепни, укуси. Это доступно. Это нормально. Но опять же. Так это извращение или нет? Бывали девушки, которые говорили, что мне можно выкручивать соски туда-сюда, но ты в 360 единственное, что говорит, кости не ломай. Костя не ломай, все-таки можно. Не-не-не, слушай, я об этом не хочу говорить. Это не удалено. Замечательно. Ты это считаешь извращением? Я считаю извращением все, что про миссионерскую позу. Ну ладно, еще там можно. Классный у тебя взгляд на секс. Миссионерская поза – это приемлемо, а все остальное – извращение. Писать, какать в рот – это уже чересчур, правильно? Это уже крайности. Ну да, но есть такие люди. Пусть они есть где-нибудь там. Да. Она не считает, что пока не подписан, не покакал, то еще не извращение. Я извращение сегодня будем насрать. Я, он, я. Еще раз пасись, чтобы пахло еще даже соседям. Где извращение переходит к грани? Мне кажется, там, где ты это считаешь. То есть, ты посчитал, что это извращение, иначе ты уже перешел в свою грань. А если для кого-то это считается не извращением, а вполне приемлемым способом занятия сексом, и его так это устраивает, то мне кажется, для него это не извращение, а для него это вполне приемлемый образ секса. Я перехожу к грани только с теми девушками, которых я не уважаю. Стоп. 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 Тогда для чего с девушками, которых ты не уважаешь, изначально наложиться? Чтобы перейти край. Перейти край. То есть переступить через самого себя? Для этого тебе нужна женщина, которую ты не уважаешь? Может быть, да, не словом уважение это назову, а словом просто в некоторых девушках видно ее потенциал, насколько она пустит в себе эти извращения, а некоторые, они уже закрыты изначально, и ты как-то из себя тормозишь. Тебе это нравится? Вот эти извращения, они тебе нравятся, они тебе приемлемы. Ты даже хочешь их. Так почему женщина такой же человек, как ты, и она тоже хочет каких-то извинений? Это можно обсуждать. Ну а почему сразу ее не уважать? Почему это не сделать со своей женщиной? Нет, со своей женщиной я делаю то, что нам нравится вместе. И мы оба ищем и чувствуем. Так что ты делаешь с женщиной, которую ты не уважаешь? Извращения. Какие извращения ты делаешь с женщиной, которую ты не уважаешь? Секс вдвоем? Втроем? Оставь. Я тебя уважаю, Лара. Оставь. Мы с тобой не занимались сексом. Оставь. Мне просто даже интересно, как так не уважать женщину, с которой ты начинаешь заниматься сексом? Значит, ты в первую очередь не уважаешь себя, кстати. Ты не задумывался над этим вопросом? Нет. Да. Я за той женщиной, которую не уважаю, я прячусь. Вот. Вот сейчас вот сам это осознаю. Да, я прячусь. Своей истинной я. Ты тоже оттаешь. И встанешь со мной. Станцевать по гуной. А когда будем в ссоре, снова поспорю. Что река станет... Субтитры сделал DimaTorzok